Здравствуйте. Эта вот тема полупородниковой диоды, она имеет символическое значение. Я бы даже лучше сказал символическое звучание. Что полупородниковый диод это некий символ такой, символ прогресса 60-х годов, когда вся такая вот наша бытовая радиотехника постепенно переходила с ламп электронных на транзисторы, на полупородниковые диоды. Каждый, кто в ту пору пытался заниматься радиолюбительством, а тогда, наверное, все мальчишки этим пытались заниматься, начинались их попытки создания некоего, значит, некоего приемничка, который вообще назывался детекторным. В чем там заключался смысл этого детекторного приемника? Это легко объяснить на пальцах. Антенна. Чем длиннее, тем лучше. Вообще в инструкциях писалось метров 30, должна быть антенна. Значит, антенна. С этой антенны идет заземление. Через что? Через контур колебательный. Емкость, которая, как правило, такая, знаете, большая из радиоприемника вынутая, конденсатор переменной емкости. Это воздушный конденсатор, пластины которого, значит, можно было вводить туда внутрь и выводить, да? Почти как у ослика ИА-ИА. Входит и выходит. Это две системы пластин, которые одна в одну так вот входили и выходили, да? Менялась емкость, значит, от максимальной до практически нуля. И катушечка. Намоточное изделие, которое можно было легко намотать, скажем, на каркас, сделанный из ватманской бумаги. Единственная уникальная вещь в этом изделии был полупрудниковый диод. Он позволял заниматься детектированием сигнала. Он проводил сигнал только в одну сторону. И вот с этого полупрудникового диода, который пропускал сигнал только в одну сторону, вот на нем получался вот этот вот звуковой, значит, сигнал, детектор звуковой частоты получался. В него включались наушники. Наушники можно было купить в радиомагазине. И можно было слушать радио, настраиваясь вот этим вот, значит, прибором, который назывался переменная емкость. Да? Конденсатор переменной емкости. Нужно сказать, что существует некая такая вот иллюзия, что как-то полупроводники в нашем сознании ассоциируются с 60-ми, ну, 50-ми годами. На самом деле это иллюзия. Всякий, кто хорошо помнит жизнь начала века, 20-го имеется в виду, начала первых лет советской власти, значит, радиофикация страны, появились радиостанции. Так что ж, хотите сказать, что у каждого жителя России мог оказаться ламповый радиоприемник? Отнюдь. Использовались те же самые детекторные радиоприемники. Там для детектирования использовался тоже кусок кристалла, который пропускал электричество только в одну сторону. Вот это вот свойство пропускать сигнал в одну сторону, пропускать ток только в одном направлении, было обнаружено еще в 70-х годах 19-го века. Американец его один обнаружил. Оказалось, что, так сказать, селен только в одном направлении пропускает кристалл. На следующий год выяснилось, что таким же вот свойством, похожим, обладает стык полупроводникового кристалла и металла. То есть вот открылся переход, ну, собственно говоря, ПН, можно сказать, переход, то есть переход полупроводник-металл. Он тоже обладал такими же вот детекторными свойствами. И началось развитие детекторных приемников. Такой нормальный детекторный приемник, которым располагал, так сказать, гражданин молодой советской России, главным его элементом был некий кристалл. И вот в этот кристалл нужно было тыкать иголочкой. Тыкая кристалл иголочкой, собственно, замыкался тот самый контакт с антенны на, значит, землю. Но замыкался он в разных местах. И при этом менялась емкость. Вот этого вот переменной емкости в этом детекторном приемничке не было. Такое было у моей матери, ну, когда она еще жила у моего дедушки, да. Вот дедушка был, значит, как бы хозяин этого детекторного приемника, а мама его через наушники слышала, слушала. И маме очень хотелось, чтобы был приемник такой, чтобы с усилителем включила и слушаешь, свободно ходишь по комнате. Но дедушка был против, потому что это будет всем мешать. А так, включил наушники, слушаешь. И вот в разных местах приемника были разные радиостанции. Тут вот потыкаешь, да, тут определенная емкость, соответственно, настройка на определенную частоту происходит. Одна радиостанция, тут другая радиостанция. Кстати говоря, первые передачи музыки по радио, вот был концерт, передавался из Нью-Йорка. Это еще был 1912 год. Это тот же год, что погиб, так сказать, Титаник. Вот в Нью-Йорке прям была прямая трансляция концерта из музыкального зала. Из зала, где играл оркестр. Вот оркестровую музыку передавали. Значит, в прямом эфире когда-то. Ну, это не связано было никак с гибелью Титаника. Просто 1912 год, он такой вот, такой запомнившийся год, один из последних мирных лет перед Первой мировой войной. Вообще, мировые войны, они давали очень большой толчок науке, техническим нововведениям. Это, в общем, очень неприятно и печально об этом говорить, но это факт. Скажем, теплопеленгация когда появилась? Во время Второй мировой войны. Использовался для этого, так называемый, так сказать, балометр. Что такое балометр, сейчас объясню. Балометр – это сопротивление, которое меняется в зависимости от температуры. Вы знаете, наверное, что сопротивление, электрическое сопротивление, зависит от температуры, имеет температурную зависимость. Вот как устроен балометр. Два одинаковых, так сказать, кусочка сопротивления. Такой, значит, покрытый черный, черным, такой чернотой, значит, кусочек проводника, тонкий кусочек проводника, то есть обладающий исходно большим сопротивлением. Таких кусочка два. Один заэкранирован от внешнего излучения, а другой прям так вот торчит из этого балометра, вот он так прям освещается, и на него фокусируется изображение какой-то точки пространства. Существует механическая система, которая сканирует пространство, фокусирует на этот балометр ту или иную точку пространства. И, соответственно, считывается сигнал. И вот считывать сигнал можно, например, на электронной лучевой трубке. Получится телевизионное изображение, кстати говоря. Вот с помощью балометра можно построить очень простое, значит, телевизионный приемник. Ну, насчет скорости сканирования, это вопрос отдельный. Скорость сканирования очень маленькая. Механические сканирующие устройства. Сканировать должно пространство. Всё, значит, ну, изображение сканировать. И таким образом оказалось, что можно наблюдать разные нагретые предметы. Хороший балометр вот такой вот может находить предметы, отличающиеся по температуре от фона всего на несколько градусов. И даже на десятой доле градуса, говорят. Вот так вот, такие вот чувствительные приборы. Для чего две эти полосочки? Дело в том, что здесь всё дело в тонком процессе измерения сопротивления. Можно сопротивление мерить прибором, который называется, так сказать, тестер. Тестер или ещё в моё время использовалось слово омметр. То есть прибор для измерения сопротивления омов. Оммы мерить. Вот этот омметр прибор очень, ну, скажем так, простой в своей идее. То есть пропускается фиксированный ток через сопротивление и смотрит, какое на нём падение напряжения. Вот и всё. Вот вся идея. То есть фиксированный, значит, ток пропускается и мерить сопротивление, которое падает. Или прикладывается фиксированное напряжение и определяется, какой ток идёт через вот этот вот кусочек проводника, сопротивление которого мы пытаемся определить. Есть другие схемы. Они называются мостовые схемы. В этих мостовых схемах сравнивается два сопротивления. Подбирается, здесь автоматические мосты, подбирается, значит, так, измеряется разность двух сопротивлений. Это можно делать очень точно. Вот как раз для балометра это актуально. Два абсолютно одинаковых сопротивления. Значит, сопротивление вот это эталонное, которое спрятано от внешнего облучения. И сопротивление, собственно, вот то, так сказать, балометрическое, на которое падает поток сфокусированного теплового излучения от объекта исследуемого. Ну вот, их сравнивает сопротивление и тонко ловится. Где погорячее, да? Некоторые любят погорячее, вот они и находят. Может быть, это какой-нибудь объект излучающий теплосекретный, завод подземный. Может быть, ещё что-нибудь. Вообще, тепловидение очень полезная и нужная область техники. Таким образом, например, говорят, говорят с чужих слов. Можно диагностировать различные заболевания. Дело в том, что температуру кожи вот так в разных местах померить достаточно сложно. А вот такое вот тепловое, получение теплового изображения, ну, скажем, тела человека или лица человека, позволяет выделить на нём зоны, отличающиеся по температуре от окружающей поверхности тела на десятую долю градуса. Обычно это связано с тем или иным, скажем, затруднением кровообращения или, наоборот, с усиленным кровообращением в какой-то области тела. Может, там растёт опухоль какая-нибудь или происходит какой-то воспалительный процесс. Вот эта вот нагретая воспалительным процессом кровь выходит, значит, по капиллярам кожи и охлаждается. Вот здесь слишком много температуры, значит, даёт организм. Ведь вся наша кожа – это теплообменник, наш радиатор, который вот работает. Есть даже такое мнение, вот я не знаю, насколько оно справедливо, что люди с бородой лысеют быстрее, потому что голова должна обладать определённым, скажем так, возможностями по теплоотдаче. Что в голове же мозг, пока обо всём передумаешь, он так перегреется, надо отдавать тепло куда-то, да? И вот этот самый, вот если борода мешает отдавать тепло, значит, от умной головы отнимаются волосы и остаётся причистый плеш. Вот так вот. Ну, вернёмся к нашим диодам. Вот я уже вам не первый раз показываю основную идею диода, основной его элемент – ПН-переход. Два полупроводника – Н и П-типа. Всякая истина, чтобы её услышали и поняли, должна быть повторена многократно. Вот я многократно повторяю принцип действия диода. И вообще, значит, наши теоретические воззрения, наши – это люди и науки – наше теоретическое воззрение на полупроводники. Значит, в полупроводниках, оказывается, существуют энергетические зоны, в той или иной степени заполненные электронами. Если речь идёт о металле, то в нём так называемая валентная зона заполнена не полностью. В ней всегда есть свободное место, на которое может перейти электрон, получив дополнительный импульс, набрав дополнительную скорость, и таким образом начать, так сказать, осуществлять передачу, перенос электричества, да, будет осуществляться в электрическом поле. В диэлектриках и в полупроводниках зона валентная заполнена полностью, а зона проводимости, то есть следующая над ней зона, отделена от неё очень большим зазором запрещённой зоны, там не может быть электрон, не может принимать эти энергии, и, значит, эта зона проводимости пуста. В отличие от диэлектриков, у полупроводников относительно щадящие, так сказать, условия существования, зона проводимости не очень, то есть большим зазором отделена от валентной зоны. Иногда под действием, например, нагрева или падения света может произойти такой момент, что будет переброс, значит, электрон получит энергию и окажется в зоне проводимости, да, вот. Кстати говоря, на этом эффекте основаны, значит, такие вот термосопротивления, лучше сказать термопроводимости, да, вот, которые делаются из проводниковых материалов, и они даже более чувствительны в каком-то смысле к свету, чем балометры, и происходит, наоборот, не понижение проводимости с нагревом, а повышение проводимости после нагрева вот этого вот полупроводникового элемента, да, потому что вот собственная проводимость, то есть заброс в зону проводимости носителя электричества. Кстати говоря, когда появляется носитель электричества в зоне проводимости, в валентной зоне освобождаются места, пустые места появляются. Сейчас в таких случаях говорят о квазичастице, дескать, появилась дырка квазичастица с положительным зарядом. Напомню вам, что те электроны, которые существуют внутри твердых тел, они обладают, ну, они находятся внутри, внутри кристаллических полей, да, внутри, внутри кристаллических полей, сказано еще так, да, еще вот так сказано. Вот, ну, в общем, находятся внутри кристаллических полях. Поэтому про них говорят, что они обладают эффективной массой, то есть их движение описывают как просто вот движение, значит, заряженной частицы, обладающие не массой электрона, а вот, как говорят, эффективной массой. Ну, она, естественно, больше, чем масса электрона. У дырки тоже есть эффективная масса, тоже есть такое понятие. Так вот, полупроводники N и P-ти и побывают. Если существует примесь, какая-нибудь примесь элементов посторонних кристаллической решетки полупроводника, разрывы в кристаллической структуре, такие вот ловушки электронные, то получается, что эти вот примесные атомы создают некий уровень дополнительный, который может оказаться внутри зоны проводимости. Если он внутри зоны проводимости, но близко к... То есть не внутри зоны проводимости, а внутри запрещенной зоны, но близко к зоне проводимости, то с него легко, совершенно легко, под действием, ну, при рабочей температуре нормальной, да, без всякого внешнего специального воздействия может произойти переход электронов в зону проводимости. В ней появятся электроны. То есть не будет электрона и дырки в зоне валентной, а просто один электрон. Либо, наоборот, некий уровень, ловушки электронные, уровень энергетический, очень близкий к потолку валентной зоны. Вот из валентной зоны туда попадает электрон, а в валентной зоне появляется дырка. Вот там, где дырочная проводимость, называется проводниками P-ти, типа там, где электронные, проводниками N-ти, типа. Вот что это получается. И получается следующая вещь. P-н-переход получается. Вот это вот буферная зона. Дырки из N-проводника попадают... Простите, дырки из P-полупроводника попадают в N-полупроводник. Электроны из N-полупроводника в P-полупроводник. И возникает такой вот буферный слой, запирающий слой. Значит, тут вот отрицательные заряды, сюда попали электроны, тут положительные заряды. Если приложить поле соответствующего направления, то начнется проводимость, перенос заряда. Вот так вот работает диод. Он пропускает ток в одном направлении. Ну, нас это мало забавляет. П-полупроводниковые диоды бывают самые-самые разные. Вообще слово диод лепит ко всему, чему попало. Ну, во-первых, вот она, наша любимая вольт-амперная характеристика диода. Вот у хорошего диода, вот здесь вот, это вот называется темновой ток. И, как видите, этот темновой ток не зависит от обратного напряжения, да? Видите, он здесь как стол такой, да? Вот очень хорошо работает. Он зависит только, скажем, от температуры. Вот побольше будет температура, темновой ток будет, соответственно, побольше. Вот это как раз режим работы, скажем так, от этого полупроводникового диода, ну, в качестве, скажем, фотосопротивления можно его использовать, да? Повышается освещенность, понижается проводимость этого фотосопротивления, да? Ну, вот, ну, так сказать, фотосопротивление наоборот. То есть, лучше сказать, фотопроводимость. Ну, а с ростом напряжения лавинообразно растет ток. И существует некое предельное напряжение, при котором просто происходит электрический пробой. Ну, в данном случае речь идет о необратимом электрическом пробое, разрушении. В таких случаях говорят, полупроводниковый диод сгорел, его надо заменить, там его надо выбрасывать. Вот такие вот печальные дела. Ну, механически, кстати говоря, существовало раньше две, два способа делать полупроводниковые диоды. Один способ назывался эпитоксиальный. Значит, на поверхности, скажем, полупроводника Н-типа выращивался еще один, значит, кусочек, или как-то приполовлялся, наносился кусочек проводника П-типа. Ну, это очень такая скучная технология, которая, ну, не очень технологична. Существует планарная технология, о ней мы поговорим попозже. Очень изящная, замечательная планарная технология. Кстати говоря, по сути дела, полупроводниковые выпрямители появились еще в 20-е годы. Это называлось купроксные выпрямители, и в них использовался закись меди, купрум-о. И вот в ту эпоху купроксных выпрямителей вообще народ хотел сделать, народ, это имеется в виду научная общественность, хотел сделать, скажем так, купроксный триод, не купроксный диод. Диоды, ламповые диоды существовали. Это очень замечательная область, вообще сейчас она незаслуженно забыта. Лампы, вообще замечательные сооружения, электронные лампы. Есть такие лампы, которые для своего охлаждения требуют кипятка, то есть не охлаждаются кипящей водой. Оказывается, в этом случае лучше всего уносится тепло при закипании, испарении воды кипящей, значит, больше всего поглощается тепла от охлаждаемого, значит, элемента лампы. Такие генераторные лампы, которые как раз передают сигнал туда, значит, в эфир, вот это вот как раз охлаждаются кипятком. Мне всегда, в общем, такие лампы удивляли, забавляли, развлекали. В разных радиомузеях, которые в разных местах нашей страны существуют, вот такие лампы, гигантские, в рост человека, даже больше иногда можно увидеть. Замечательное зрелище. А вот эти все полупроводники, они все это уменьшают, как-то делают таким бытовым, малозначительным, понимаете, внешне, да? А по сути дела, как раз это большой прогресс, большой рывок. Так что я хочу сказать. Вот какова идея построения полупроводника, некий слоёный пирог. В чём она заключается? Заключается она в постепенном выращивании, наращивании тех или иных кристаллов. Вот растили, растили кристаллы, ну, желательно вообще даже в некой подложке, да? Вырастили кристалл Н-типа, дальше стали расти кристалл П-типа, да? Вот тут образовался ПН-переход. Вот, сошлифовали грани, нанесли на них, значит, так сказать, металлизацию. Ну, путём, значит, в вакууме, значит, осаждали испарившийся металл. Хорошо осаждать, например, золото, да? Вот почему большим интересом отработавшие своё время полупроводниковые элементы, значит, большой интерес вызывают у собирателей всякого, значит, вторсырья, да? Потому что там в качестве тоже сырья выступают золотые контакты. Вот имейте в виду. Почему золотые? Потому что они мало окисляются. И вот ту пору, когда купроксные выпрямители были, народ-то и заинтересовался, не получить ли нам купроксный триод, да? Как бы сейчас бы, вот мы сказали, с высоты нашего языка купроксный транзистор, да? То есть, что надо? Сеточка металлическая с обоих сторон покрытая вот эта вот медная сеточка, с обоих сторон покрытая закисью меди. И тут, значит, ещё контакты прижимные. Ну, вот не получилось. Не получалось. В ту пору на основе тех технологий не получилось. На основе современных технологий вполне могло бы получиться. Знаете как? Сейчас я вам расскажу. Берёте очень тоненькую плёночку. То есть, на купрум О напылили слой, ну, скажем, меди, да? Слой меди вот напылили и всё. Вам нужно теперь сделать, чтобы в этом слое меди были маленькие-маленькие дырочки. И чтобы этот слой меди снаружи покрылся окислым купрум О. Как это сделать? Вы бомбардируете заряженными ионами. И заряженные ионы разрушают структуру вот этой тонкой плёнки медной. И в этих местах, где эта структура разрушена, где разрушены химические связи, вот эти вот медные атомы готовы тут же вступить в реакцию с кислородом. И вот тут-то и будет происходить окисление. Вот после такой вот хорошенькой бомбёжки, значит, тяжёлыми ионами на каком-нибудь циклотроне, где-нибудь в дубне, в лаборатории ядерных реакций, вот, после этого, значит, в этих местах как раз будет насквозь, как говорится, прокорродирует эта тоненькая плёночка. И вот появится возможность как раз создать, вот, ну, скажем так, как кивердотельный триод, вот, ну, в буквальном смысле, то есть буквально скопировать вакуумный триод, да? В вакуумном триоде электрический заряд переносится через вакуум, а здесь вот через Купрумо. Вот такой буквальный Купроксный триод, да? Вот это, в принципе, было бы интересное как спортивное достижение. Я не знаю, осуществлено оно или нет. Скорее всего, нет. Но, во всяком случае, это очень здорово. Я бы сказал, прикольно, говоря современным языком. Если кому из людей старшего поколения не нравятся такие термины, ну, вот так молодёжь говорит. Это нормальная вещь, язык. Если мы будем не принимать их язык, это просто лишний способ нам друг с другом поссориться. Надо понимать, ну, что такое. Вот мы модничаем, вот в Москве правильно говорят, а где-нибудь там в Томске неправильно говорят, да? Вот московский грузчик правильно говорит, а томский профессор, он неправильно говорит. Это не тот подход, все правильно говорят. Просто то, как привык, да? Ну, так что надо как-то терпимее к языковым особенностям относиться, особенно к особенностям молодёжи. Если мы с таймячами особенно не сталкиваемся каждый день, а с молодёжью, это каждый день. Надо принимать их язык и понимать, не делать это предметом конфликта. Уверяю вас, у нас найдутся предметы для конфликта с молодёжью, кроме языковых различий. Вот, значит, показываю вам чудный совершенно прибор, таким очень тоненьким прозрачным слоем N-проводника, которым при облучении, вот этот вот свет падает, да, фототок, возникает, значит, некая дополнительная, значит, ток, проводимость. Вот в таких вот моделях, знаете, что обнаружено? Обнаружено совершенно интересное явление. Значит, бывает, что оптическое излучение действует не как ионизирующий фактор, то есть оно не создаёт новых пар электрон-дырочных, да, не создаёт просто новую проводимость, не добавляет проводимость, а просто даёт некий импульс электронной подсистеме кристалла, да. Здорово я сказал, но, наверное, непонятно. Вот смотрите, представьте себе так, кристалл состоит из таких вот положительно заряженных шариков, такие толстые, большие положительно заряженные шарики, их можно обозвать атомные остатки, да. А вот между этими атомными остатками бегает кто? Электроны, относительно свободные, да. Почему относительно свободные? Вот в металле они совсем свободные, но там свет туда пройти не может, он сразу отразится. А тут относительно свободный свет всё-таки в этот полупроводник попадает, проходит, он не сразу отражается. Так вот эти вот фотоны будут отдавать этим электронам часть своего импульса, да. Кстати говоря, и ионные подсистемы не отдадут часть своего импульса, но ион, они малоповоротливые, тяжёлые, они медленно поедут. А вот электроны побегут быстро, ба, ну как, по мячику ударили чем-то тяжёлым, да. Как игра в бильярд, или как это сейчас есть, называется, гольф, более модная игра. Вот так по шарику ударили, и он полетел. Вот так он делается. Вот такой вот даже вот есть совершенно потрясающий эффект. Вот он, кстати, тоже в технике используется. Так, отдельный разговор вот о чём. Вот, собственно говоря, как устроен вакуумный фотодиод, скажем, вакуумный фотоэлемент. На фотокатод падает свет, с фотокатода свет выбивает электроны. Вот возникает эмиссия. И в электрическом поле эти выбитые электроны летят до анода. Поле, вот это отрицательно заряжено, это положительно заряжено. Кстати, здесь вот неправильно нарисовано. Вот обычно длинная палочка, это соответствует плюсу, короткой и минусу. Ну, здесь всё наоборот. Ну, в конце концов, какая разница? Пусть это будет плюс, а это минус. И вот они по электронам полетят, возник ток в цепи. В цепи фотокатода. Фототок называется. Вот, в частности, такие вот вакуумные фотоэлементы давно уже применялись. Наверняка и во время Второй мировой войны их использовали для детектирования слабых оптических сигналов наряду с балометрами. Тоже можно было сканировать. Одна беда, что балометр может быть очень маленьким, да, то есть вот сам вот элемент, да, маленький. А фотокатод всё-таки вещь достаточно большая. Чем больше, тем лучше. И, как правило, фотокатоды применяются в таких системах, ну, вот когда-то раньше-раньше в метро, вот этих вот в турникетах, там как раз стояли такого рода фотокатоды. Раньше-раньше, это лет 50, а может быть даже и больше тому назад. Вот, вот стоял такой фотокатод, лампочка, падает свет, проходит человек, значит, сигнал уменьшается через этот вакуумный фотодиод. Значит, прошёл человек, сосчитал счётчик, пук, значит, прошёл человек, всё, следующего не пускать. Если после этого проходит следующий человек, ему, значит, бьёт по ногам, значит, этим самым, дверками такими. Совершенно необыкновенная и полезная в жизни вещь – это лазерный диод. Диод, который излучает лазерное излучение. Вообще-то, говоря, существуют ещё светодиоды. Что такое светодиоды? Вот надо отличать светодиоды и лазерные диоды. Светодиод – это очень простая, в принципе, вещь. Светодиод работает следующим образом. В область пен-перехода попадают электроны с одной стороны, с другой стороны дырки и начинают рекомбинировать. Вот эта вот рекомбинация иногда сопровождается излучением света. Ну, вот говорят, что у светодиодов такой вот выход, ну, скажем, КПД, превращение энергии в оптическое излучение, составляет несколько процентов. Я думаю, что ввиду того, что сейчас существуют светодиодные фонарики, которые таким противным голубоватым светом, тем не менее, довольно хорошо освещают окружающий мир, то удалось этот КПД значительно повысить. Иначе бы просто не имело бы смысла от батареек такие светодиодные фонарики питать. Вот там происходит просто рекомбинация электронов и дырок, да? Вот. А что касается лазерных диодов, тут всё немножко по-другому. Тут лазерный эффект должен быть. Мы в своё время с вами толковали о лазерах, о лазерном эффекте. В лазерах должна существовать так называемая инверсная заселённость. Что это значит? Есть два уровня энергии. Один уровень, значит, более высокий энергетический, другой – менее высокий энергетический уровень. И нужно сделать так, чтобы на высшем энергетическом уровне заселённость была больше, чем на нижнем энергетическом уровне. Тогда-то и возможен лазерный эффект. Так вот, в полупроводниках это достигает следующим образом. Делают так, чтобы, с помощью определённых охищрений, которых потом, значит, делают так, чтобы заселённость уровней вблизи дна зоны проводимости, видите, вот у зоны проводимости, эпсилон С – это энергия, кондуктивити проводимости, вот она, чтобы эта заселённость была выше, чем заселённость вблизи потолка валентной зоны. Вот. Вот тогда вот такой перескок может быть. Нужно, чтобы здесь вот эта рекомендация была возможна. Вот это просто рекомендация происходит, да? А вот на следующей картинке вам показан как раз процесс, который называется вынужденным излучением. Значит, есть электрон-дырочная пара, которая готова рекомбинировать, рекомбинировала, излучила свет. Нет, вынужденное излучение происходит, подлетает фотон к этой вот системе, которая готова, значит, перейти из состояния в состояние, и переходит из состояния в состояние, добавляется к ней ещё энергия, вот он вылетел. Следующий, следует. И вот так вот лавинообразно происходит образование лазерного импульса или лазерного излучения. Есть лазеры, которые импульсно работают, лазеры, которые работают в непрерывном режиме, там просто надо модулировать их излучение. Вот такие вещи. Как это достигается? Достигается это следующим образом. Вот два, вот, собственно говоря, ПН-переход, да? Энергетические уровни в районе ПН-перехода в лазерном диоде. Что тут у нас есть? Вот он, Н-область, П-область. Так умело подобраны вот эти вот энергетические уровни, так умело они подобраны. Значит, что значит умело подобраны? Для этого пришлось отказаться от использования, скажем, Кремния или Германии. Это, например, арсенит-галлия, да? То есть соединение галлия и арсеникума, то есть мышьяка. Такая вот нехорошая пара. Ну, только мышьяк у меня нехороший. Вот, и вот так вот в этом месте, видите, дно зоны проводимости в Н-области, оно находится, в общем-то говоря, практически на одном уровне, даже ниже, чем потолок валентной зоны в П-области. И вот достаточно приложить напряжение, чтобы потек электрический ток, и смотрите, что получилось. Вот они выехали, вот посмотрим, откуда они выехали. Вот отсюда выехали, понаехали тут всякие электроны, опустили дно, а сюда эти понаехали дырки, и вот что вышло, и вот появляется такая возможность, вот они, пришлые электроны, пришлые дырки, область ПН-перехода, и они готовы, вот появилась инверсная заселённость, готовы рекомбинировать. Только пропусти лучик, значит, света, один фотончик, ну, сам фотончик выскочит, и начнётся вот такой вот лавинообразный переход, лавина света полетит. Вот всё-таки такие вот чудеса будут происходить. Вот так вот этот вот работает лазер. Есть ещё одна структура, называется она гетеропереход, да, гетеропереход, разнородный переход. Вот, знаете, вот эта структура у нас как называется, НП, ну, или ПН, как хотите, а вот там вот НПП. Н – это полупроводник, в котором основные носители электричества – это электроны, и П – полупроводник, где носители дырки. Два полупроводника, но отличающихся разными, разных структурно-энергетических зон. Сейчас мы это немножко пролистаем, потом вернёмся к этой картиночке. Вот, это называется гетеропереход. Вот они, два. Вот это вот проводник Н-типа, а тут слоями два полупроводника П-типа. Вот это даже иногда называют ПП-переход. Видите, вот в этом полупроводнике дно зоны проводимости гораздо ниже. Электроны утыкаются в следующий барьер, вот этот П-проводник просто вот не даёт электронам уходить из области вот этого вот полупроводника П-типа, чтобы они не туда утекли. Он создаёт им некий барьер, чтобы они вот как бы заливались в эту потенциальную яму электроны и рекоментировались подходящими снизу дырками. Вот такая вот идея основная. Вот так вот выглядит эта гетероструктура, вот, ну, слоями. Обычные слоистые, ну, честно говоря, не очень эффектно разглядывать такие картинки, да? Ну, слоями, с кирпичом на кирпич, с разными надписями, да? Не знаю, что вам в них нравится, эти картинки, чтобы они их смотрите. Вот. Вот полупроводниковый лазер. У него излучение происходит вот в направлении... Вот ПН-переход, да? Вот Н-область, П-область и вот ПН-переход. И вот сюда и сюда, вот из этого ПН-перехода во все стороны может происходить излучение. Значит, желающие могут наносить там разные зеркальные покрытия, то есть создавать резонатор. Это очень сложно, значит, ну, но достижимо. Первые такие лазеры вообще излучали во все стороны, такой получался, как бы, так сказать, диаграмма направленности, плоский такой во все стороны излучающий ПН-переход. Вот. По сути дела, это была однопроходная схема. Помните, я вам рассказывал про рентгеновский лазер, который сам собой однажды образовался во время ядерного взрыва, да? Да, арматурина превратилась в сильно ионизированную плазму, и в ней возникла возможность создать инвертную заселенность, значит, атомов, лишившихся почти всех своих электронов, там, какие-нибудь атомы железа, там, то есть очень заряженные ядра. И в поле этих очень заряженных ядер, скажем, гелии подобные, водородоподобные атомы, вот у них возник, значит, такой вот лазерный эффект с большим зарядом ядра, и, соответственно, большая энергия здесь между переходов, между уровнями, как раз попадала в рентгеновский диапазон. Это я вам так просто напомнил свои старые сказки. Вот. Вот такой вот есть способ излучения. Не обязательно так излучать, можно излучать вообще вот через пленку. Сейчас у нас есть и такая картиночка. Вот. Вот разные способы излучения. Кстати говоря, есть совершенно замечательный способ накачки. Это вот то, что я говорил, когда создание инвертной заселенности называется накачкой. Можно осуществлять накачку за счёт электронного пучка. Просто облучаете электронным пучком, просто, да, правда, просто, электронным пучком вот эту вот область вот этого самого ПН-перехода, попадает туда электрон, не надо ничего изощряться, просто накачали им, и всё, и он начал излучать. Вот так же вот перпендикулярно, в направлении перпендикулярно плоскости этого ПН-перехода. Кстати, почему в направлении перпендикулярно плоскости этого перехода? А потому что как раз здесь большое расстояние, вот он, лучик, идёт и обрастает шубой из вынужденных, появившихся ему, когерентных ему фотонов, значит, вот родившихся за счёт того, что этот фотон пролетел мимо, значит, какого-то вот системы, которая способна его излучить. И другой, вот через сапфировую подложку. Сапфир, что это такое? Алюминий 2О3. Окей, окейся, алюминий. У вас, в принципе, тоненьким слоем сапфира любая алюминиевая кастрюля покрыта. Ну, алюминий 2О3. Но, правда, тут он кристаллический, всякий такой, красивый, замечательный. Тоже идёт накачка с этой стороны, и здесь вот в этой вот, как раз идёт образование, лазерный эффект. Вот в эту вот сторону, тут уже длина большая, как раз вот сюда идёт, какой-нибудь там резонатор можно поставить оптически. Кстати, очень удобно для таких вот схем. Такие вот дела очень даже удобны. Вот. Ну вот, что я хотел вам сказать. Полупрудниковая техника достаточно давно существует. Существует она достаточно, значит, удачно. Удачно существует. И по сути своей вот эти вот рассказы про отдельные, как вот так вот, ну, неинтегральные, да, их иногда сейчас называют дифференциальные, да, значит, элементы, да. Есть интегральные электроника, да, интегральные схемы, а это так вот называют, ну, отдельные вот элементы, на отдельных элементах построены радиосхемы. Кстати говоря, вот радиолюбители раньше активно вот из разных транзисторов, диодов собирали телевизоры, радиоприёмники, даже компьютеры собирали. Сейчас, естественно, это безнадёжное совершенно занятие. Почему? Потому что конкурировать с микросхемами невозможно. Микросхема зато замечательная вещь. Её можно технологически получить на одном кристалле. На одном кристалле практически огромное количество элементов с нужными свойствами. Тут будут и сопротивления, и ёмкости, и усилительные элементы, то есть транзисторы, вот, что там ещё бывает, диоды. Надо будет и лазерный диод туда вмонтируют, в эту схему. Всё, что хотите, можно сделать. Вот какие замечательные дела можно делать на кристаллах, да. Вот эти вот замечательные дела, создание их называется, планарные технологии. Вот о них мне как-то хочется поподробнее немножко рассказать. И под вывеской, значит, транзисторы, транзисторная техника, я вам постараюсь предложить знакомство как раз вот с планарной технологией производства транзисторов. Потому что, ну, транзистор, если честно говоря, говорить, это один из самых ходовых полупорудниковых элементов. Ну, диод, ну, как выпрямительный элемент, ну, как в детекторном приёмничке, да. Как в блоке питания выпрямлять, значит, выпрямители. Раньше бабушки говорили, значит, выкривители. Ну, мало ли что. Вопрямители, выкривители. Вот, значит, ну, что, кроме как выпрямитель, блок питания, да, для аппаратуры, которая питается постоянным током. А всякая радиотехника, она любит постоянный ток в качестве источника питания от батареек, например. Наши все телефоны питаются ведь от батареек, да. Вот. Вот. А транзисторы – это элементы усилительных трактов. Кто усиливает сигнал, хоть видеосигнал, хоть звуковой сигнал, хоть любой другой сигнал при передаче от одной промежуточной станции к другой – это всё транзисторы. И работа транзисторов, она, в принципе, отличается от работы, скажем так, вот, последовательно соединённых двух диодов, да. Вот если два диода навстречу друг другу соединить, как П, Н, П, никакой ток, естественно, не пойдёт, да. Потому что два ПН-перехода отпираются, а каждый из них в прямо противоположном направлении, куда не приложи напряжение, проводимости не будет, да. Вот в отличие от, так сказать, триодов вакуумных, на самом деле, я вам открою тайну, вакуумных диодов почти не существует на практике. Почти все вакуумные диоды, на самом деле, имеют третий электрод, управляющую сетку, ну, для того, чтобы как-то там стабилизировать, улучшить работу этого выпрямителя. Даже вот выпрямительные эти лампы, все, на самом деле, не диоды, а триоды, вот. А вот, ну, они могут работать хоть как диод, хоть как триод, да. Отключайте эту сетку, ну, чистый диод, да, никаких вот проблем. Вот так вот отключить эту сетку управляющую, управляющий контакт, который называют база, в транзисторе нельзя. Потому что принцип работы транзистора совсем другой, чем принцип вакуумного триода, соответственно, того вот мифического, не существующего купроксного триода, так и не созданного, который мог бы быть когда-то создан, бы, быть, ну, если, правда, была бы там современная технология. Тех технологий 20-30-х годов, значит, они были непригодны тогда. Если б молодость знала, если б старость могла, такие вот какие-то дела. Я благодарю вас за внимание. Вот, надеюсь, еще раз к вам попасться на глаза. Всех благ, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok